приветствую снова на моем канале хочу показать продолжение моего мои разработки сам экстентом который я вот недавно закончил и испытал снова вполне вполне доволен результатом испытал на озере ветреную погоду все было очень прекрасно я расщепляю все эксцентом планки замечены комната готова надежно стоят на лыж поперечных планки немножко длиннее чем ширина лыж и я в них проделываю отверстие и внизу ставлю скобу пластмассовую чтобы закрепить стойки стойки для палатки закручивается место рукоятки Диск я сделал специально, чтобы в случае, когда просверлишь дырку, чтобы бур не ушел вниз, если вдруг понасоединиться от древа. Чтобы легче попадать в отрез, я немножко обрезал уголки. Я не показываю, чтобы не было шума. Для того, чтобы я мог толкать сам подперёк, я взял такую дугу и обрезал её под углом. Сделал углубление, чтобы закрепить держатели. И вот сейчас я ещё обрежу чуть-чуть. Сделаю края, чтобы легко выходило всё-то. Потому что она бывает, когда собираешься, там начинается... Ну, всякие там мелкие, если есть палатки, то тяжело, допустим, ставить её. И тут бывают трубки. Поэтому я делаю как можно больше для будущего удобства. Вот в таком виде, в полусобранном, я на берегу ставлю рамы, собираю санки, ставлю рамы. Ставлю санки на лыжи. И, значит... И тент я не ставлю. Тент я ставлю только в том случае, если подветренное... Ветер по направлению движения. Тогда он будет порусить и помогать не толкать санки. В другом случае, я просто тент везу в собранном виде и уже на месте его быстро складываю. Тент мне сделала моя жена из материала палаточного. Вот такой... Короче, это за основу взята напитка для вездехода, которая ATV называется. Вот. Вот. Она зашила мне по размеру то, что нужно... Участки, сколько мне тут не хватало. Везде по размеру. Эээээ... Гокстерили по моей позже. Вот. Сейчас я просто же делаю. Уберу. Здесь, она... Как видите, у меня есть замок. Я могу закрыться. И есть где... Два крючка, чтобы я мог держать палатку в открытом состоянии. Так я... Устанавливаю палатку с подветерной стороны. И... Рыбачу... Рыбачу... В палатке. Только... Имея закрытые задники и боковые. Этого достаточно, чтобы создать комфортные условия для рыбалки. Все такие растяжки будут сделаны... Для того, чтобы сделать растяжки. Тогда будет ветер. Вот. Сейчас я могу прекрасно взять кресло... Поставить кресло... Сюда... В палатку. И могу спокойно рыбачить. Мне достаточно места. Видите, у меня еще достаточно места, чтобы рыбачить, чтобы откинуться в кресле. Чтобы протянуть ноги. Чтобы встать резко. Когда идет поклевка. Потому что у меня здесь все обычно удочка одна. А вторая чуть дальше. Тут видеокамера, соответственно, если у меня есть, то ему и что. Но... Мне в этой высоте как раз хватает, чтобы я быстро встал и подошел к лунке. Все прекрасно. Значит... Вся конструкция очень легкая. Легко сборная. И максимально используется... Максимально используется... Максимально используется... Каждый элемент двойного назначения. Например, задняя дуга. Она служит одновременной... Катерой. 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 Я не волокую за собой самки. Я толкаю. Что намного эргономичнее. Намного легче. Только когда мне нужно вытянуть, допустим, самки на берег. То есть, в тюмон тогда я тяну. Потому что толкать тяжелее. А по прямой я иду спокойно толкаю эти самки. Снова отправился на подлёдную лов на озеро Симка. Это моя семя числа. Нагружен, конечно, хорошо. Она идёт спокойно. Стабильно. Не переворачивается. Кроме того, рамы на них... Это будет у меня палатка. Установлена. Лёгкая. И функциональная. Прекрасный день. На рыбалке. Большое озеро Симка называется. Миллион людей. Солнечно. Но клюют очень мало. И клюют совсем мелкие окуньки. Ну, я уже поменял место расположения. Сейчас одену палатку, чтобы просто показать, как это делается. Примерно будет выглядеть палатка на льду. Значит, на эти же самые санки, которые... Лыжи, на которых я привёз санки, устанавливаются рамы легкосборные. Несколько растяжек. Снизу, значит, громитый, чтобы можно было по необходимости пристёгивать к снегу. Или ко льду. Края палатки. Нижние края палатки. Вот. И... Тут достаточно места для комфортной рыбалки. Закрыт. Рыбак закрыт с трёх сторон, как минимум. И сверху, от ветра, намного более комфортабельные условия для рыбалки. Спереди палатка можно застегнуть. Но я не делал полностью глухую переднюю стенку. Так, мне кажется, удобнее. Я уже испытал, что так лучше. Для более суровых режимов работы у меня есть другая палатка, большая. А это очень мобильная. Я могу перемещаться с места на место быстро. Не быть прикован к одному месту ловли. Это мой первый окунёк на балансир. Вообще никогда не ловил. Ну, это ещё не всё. Вместо того... Допустим, если есть глубокий снег. И мне нужна помощь, чтобы толкать мои самки. Я убираю эту дугу. Она убирается легко, просто вытаскивается. Убираю эту дугу. И ставлю. Кое-что, что вас обязательно заинтересует. Это моё полностью изобретение. Привод от электродрели. Кстати, тот же, который я использую для бурения лунок. Я вставляю привод сюда. Подробное видео о устройстве этого привода. То есть, самобегалой коляски. Вы можете увидеть на моём следующем видео. И смотрите мой канал. Там очень много различных самоделок. Я думаю, многим из вас это дело будет интересно. Вот. Видите, даже цепная передача. Привод уникальный. Даже стабилизатор цепи. Всё продумано. Всем успехов. Хорошей рыбалки. Ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на моём канале. Подписывайтесь. Оставьте лайки, комментарии. Я буду очень рад. Увидимся. С вами был Александр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok